Дорогие друзья, как обычно в этот день, в это время, мы небольшим авторским коллективом, микроскопическим коллективом ESPlanet.net собираемся, чтобы поздравить всех с Новым Годом. Для кого-то он уже наступил, для кого-то еще только наступает, кто-то вот прямо сейчас, возможно, это празднует. И мы, естественно, не упустим возможность присоединиться к поздравлениям, которые вы наверняка уже и выслушивали, и сами уже наверняка много сделали. И вкратце немножечко что-нибудь, наверное, тоже скажем. Север Хим Сергеевдов, Алексей Красивеньев, Зловный Росомаха. Серхиев, привет. А первый раз, наверное, ты без елочки выходишь из бункера метро 2? Ну, первый раз. Там сидишь. Кстати, нет, не первый раз. С мягающей лампой. Да-да-да, не первый раз. 31-й я работаю, но тут так получилось, что правда, записывать заранее как-то не хотелось. И правда, работаю много. А я, кстати, люблю 31-го числа работать. Вот все такие на весе лет, коллеги лишний раз увиделся. Все веселые, все довольные. Тоже правда, да. Нет такого, что какой-то жопа в мыле, все наоборот радостно. Особенно сегодня воскресенье. Начальства нету, наверное, уже. Да, начальства нет уже 2 дня, вот так надо сказать. Я не к этому. Я имел в виду, что это просто вот отложилось до, откладывалось до последнего дня. И, собственно говоря, когда мы обычно это все дело записываем, оно и приходит. И, кстати, с этого хочется и, собственно, этот выпуск начать. Этот подкаст, что конец года, по крайней мере, вот для меня выдался, что очень многие заболевают. У нас всегда на работе все начинается с эпидемии среди звукорежиссеров. Вот реально, парни и девчонки, которые там работают, если они начинают болеть, все, это беда, значит, будет что-то. После того, как у нас начали болеть звукорежиссеры, началась коронавирусная пандемия. Потом начались жесткие ограничения. Я сам в красную зону попадал ровно после того, как вот у звукорежий начиналось, блин, это прям подучие, я бы даже хотел сказать. Поэтому я здесь сразу же скажу, что действительно вирусы какие-то бродят, по крайней мере, по вот пространству российскому, по крайней мере, по европейской части. Не болейте, берегите себя. Это вот главное, что хочется сказать в первых строках. Потому что эти все вирусы никому нахрен не нужны. Я в свое время, несколько лет назад, в январе приболел немножко. А, кстати, 20-й год и был, тоже прям мерзко был. И мне иногда кажется, что это я такой ранней формой коронавируса переболел. Но ладно, поэтому вот с этого я хотел бы начать. Не болейте, берегите себя в первую очередь, потому что здоровье это важное, здоровье это все. Серхи, и ты тоже не болей. Не болей. Это, знаешь, тост нашего любимого эксперта с радиоспутника Михаила Хазина. Я послушал, что, типа, главное, хочу я вам пожелать это здоровье, все остальное вы отнимите у других. Вот то же самое, примерно. Это очень по-рослинговому, ты сказал, очень по-МДЖФ-овски даже, можно сказать. По-фильски. Если бы записывали вчера, то, может быть, да, а вот уже сегодня уже МДЖФу только пожелать, я не знаю, душевного равновесия и психологической помощи. И Туни Хану, и Крису Джерико, и Саму Аджу, и Эджу, и Кристиану, и Эджу. Точнее, наоборот. Эджу два раза. И Кристиану, и Эджу, а потом Кристиану. Да-да-да. И Кристиану два раза. Я, знаешь, что хотел, на самом деле, сказать, вот как-то вот уже в режиме какого-то оглядывания назад. Может быть, это кто-то посчитает кощунственными, такие слова. Но я тебе так скажу, вот 23-й год выдался не таким паршивым, как я ожидал изначально. Вот я тебе честно скажу. Потому что как-то предыдущие несколько лет, правда, настраивают на то, что прям вот да, вот куда-то туда энтропия не убывает, и все куда-то вниз уровня нормальности. Если вспоминать, я, наверное, супер что-то крутого, хорошего не вспомню. Ну, блин, вот и таких вот прям совсем порожня... Были, конечно, порожняки, страшные вещи происходили, продолжают, главное, происходить. Но вот я скажу, у меня почему-то ощущение такое, что где-то что-то вот теплится. Я вот так, вот у меня такое ощущение. Ну, это как 20-й год был ударом по голове мешком, а потом 21-й вроде как нормально, а потом 22-й был ударом мешком по голове, 23-й нормально, на 24-й я бы не стал загадывать. То есть четные годы ты прям делаешь ставку. Ну, еще сейчас високосный год, еще и год дракона. Понимаешь, в 2012 году, в прошлом високосном годе дракона, конец света должен был состояться. Может, они на 12 лет ошиблись, кто знает, поэтому готовьтесь. Не знаю, не знаю. Запасайтесь, я не знаю, чем запускаются под конец света крышечками из-под кока-колы. Ой, я не помню, кстати, но там что-то подобное было. Ну, я вот все-таки буду на эту тему как-то, не знаю, продавливать, надавливать. Под конец года прям вот чисто по личным каким-то моментам несколько хороших таких, знаешь, не то, что прям суперских моментов в жизни произошли, но вот что-то, что обещает какую-то, не знаю, надежду, какой-то намек на что-то, что впереди все нормально. Так или иначе будет. Я не знаю, опять же, насколько это уместно может сейчас прозвучать, потому что в мире творится по-прежнему куча всякой ерунды, но вот некоторые штуки, и, может быть, с рестлингом-то даже особенно не связаны. Я бы даже сказал, в рестлинге-то наоборот. Под конец года происходит такое, что как-то вот, блин, они совсем наплевали на все. Вот у меня такое ощущение. Вот реально. Прямо расслабились. Опять же, не скажу, успев я демонтировать, вряд ли, подкаст под звуком пи, но он уже есть, он готовится, он монтируется, может быть, выйдет прям первое-второе. Две штуки, кстати. Да, блин, вторая версия, это, знаешь, для своих. Но вот мы об этом тоже говорили, что вот такое ощущение, где-то прям опустили руки. И новости такие тоже приходят. Прямо под конец года решили добить, решили успеть, и вот этим самым World's End'ом, и ситуация с Жеррика, конечно, блин, ребята, и Кевина Данна ушли из WWE, давно его хотели оттуда выгнать, потом якобы просили удержаться, тут просили... Я не к тому, что все грохнется. В рестлинге, наоборот, мы прекрасно видим, что Винс выстроил такую махину, такую империю, которая вот любую удар готова выдержать. Более того, она сейчас даже UFC поддерживает на плаву. Это как бы так в полголоса говорят, ну, как бы по факту, если имеется в виду с точки зрения вот какой-то устойчивости, финансовости и прочего. В All Elite империя стоит по-прежнему крепкими ногами на карточке Шахида Хана. И будет на ней стоять ровно столько, пока Тони Хан того захочет. Очень интересные, конечно, эти сообщения пришли о том, что там будет дальше с этим будущим. Но все, опять же, зависит от того, насколько Тони Хан готов платить. Поэтому за рестлинг-то в этом смысле я спокоен, но некоторые события просто, знаешь, как бьют, не знаю, вот правда, тем самым мешком добивают таким пыльным, не тяжелым, но ты как-то вот, что происходит, что происходит. Вот как моргает у меня свет, вот так же оно и происходит. Что-нибудь хорошего скажешь? Нет, с начала года, если посмотреть, что у нас было. Бронбрейкер, чемпион NXT, что у нас? Всем панковое EW. Какие еще вещи, которые ты в конце 2023 года не мог бы представить вообще. Ну, это Винс Макмен продал EW и теперь ничем не занимается. Ну, слушай, это эпохальный год на самом деле. Нет, нет, подожди, Винс Макмен занимается так, что в UFC ему в ножки кланяются, он там контракты продавливает, свою работу делает. Имеется в виду, букингом в WWE он не занимается. И возвращать очи... Блин, нет, это подкаст под звуком P снова продолжается. Возвращать никого тоже он не собирается, на контракты подписывать британских прыщей он тоже не собирается. Ну, для руслинговых фанатов же главное это подписывание британских прыщей и иметь вот этот блокнот. Нет, сейчас Коди Роудс подпишет всех, кого надо, кого он там... Шона Спирса сейчас подпишет, МЖФ подпишет. Кьюти Маршалл. Этот уже, Алексикс Кинг, уже выступает в NXT. Все, друзья, Коди Роудса будут проходить. И эту мем, который сначала был, что Коди Роудс обещал не будет рестлеров WWE в AEW, потом мем с рестлерами AEW, которых вернул Triple H, не обязательно AEW, вообще кого Triple H вернул. Вот сейчас третья серия возвращенца Коди Роудса. Коди Роудс обещает, что в WWE не будет бывших рестлеров AEW, а сейчас они как все прибегут, и все, и я не знаю, что там у AEW будет. Интересно посмотреть, кстати, что там интересного. Да и пускай, да и пускай. Я не знаю, вот тоже, чему этот год, не то чтобы научил, на что настраивал, что вот хочется искать, ну, мне лично, я так, в принципе, всегда на это настроен, но как-то усиленно хочется искать поводы для того, чтобы что-то хорошее найти, что-нибудь, не знаю, улыбнуться, повеселиться, кому-нибудь другому сделать приятно, весело или улыбчиво. Поэтому вот какой-то такой настрой у меня дополнительно, и я, наверное, вот в наступающем году, для кого-то уже в наступившем, как раз вот этого пожелаю. Пусть такие поводы будут. Не факт, может быть, не сразу вы их увидите, вы их осознаете, но пусть они, знаешь, будут такие вот разбросаны. И при желании, при настроении, или, там, не знаю, по случайному какому-нибудь принципу, вы на эти поводы натыкаетесь, чтобы они давали повод, не знаю, задуматься о том, что это все как-то должно к чему-то идти, к чему-то хорошему для вас лично, а все остальное за нас, естественно, придумают и распишут какие-то другие дяди и люди. Поэтому вот я к этому и подведу все. Заботьтесь о себе в первую очередь. Сделайте так, чтобы у вас, ну, по возможности, естественно, чтобы у вас лично все было хорошо. Если многие люди так сделают вокруг себя, мне кажется, и все в целом станет как-то намного лучше. Если к другим будешь хорошо относиться, тогда другие будут хорошо относиться к тебе. Это вообще-то другое. Ты уже предлагаешь перекидывать мостики между мое хорошо и чужое хорошо. Пусть, я вот этого не буду говорить, пусть человеку будет комфортно в том кружочке, который он для себя нарисует, в той нише, которую он для себя изберет. Вот. Если только это не ниша рестлинга, здесь нет, здесь, естественно, я буду наставить на том, что рестлинг должен быть в целом, а не вот этой вот закрытой, законченной какой-то структурой. Мне просто кажется, что если у человека все комфортно, на его дворе, в его доме, у него будет меньше претензий предъявляться к соседям. Вот так. А если у соседа тоже будет хорошо? Ну, тут, наверное, да, критерии хорошести у всех разные. Ну, это будет, наверное, пожелание уже на 25-й год. Кому яйца, мусор положить в район электросамокатов тоже нормально. Да, 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 картошечку вынести, блин, святое дело, стульчиками приправить. Ну, тоже ж налаживается, блин, я вот говорю, прям что-то такое все-таки есть. Потому что тоже в плане пожелания или в плане какой-то мысли, знаешь, такой, что очень многие вещи, вот я лично стал воспринимать изначально как-то очень с негативом, что-то переживаешь, а потом какое-то время проходит, и либо оно само утрясается, либо как-то и не очень сильно, ярко, жестко воспринимается. Как-то вот, наверное, немножечко фатализма, немножечко вот такого, что, ну, есть и есть. Делай, что должно и будь, что будет. Как-то оно все больше приходит в плане какой-то жизненной философии. Песенка такая была у Марчибы лет, блин, лет 10, наверное, назад я ее уже первый раз услышал. Не очень популярная, кстати, с певицей, не с их самой популярной, которая в этом отдельно колесила. Ну, вот как, не надо гоняться за тенями, просто наслаждайтесь той поездкой, поездкой, которая есть вот этим всем. Как оно катится, крутится, вот. Я хочу вопрос задать, Латвина. А личного характера не тебе, а всем, кто слушает и пишет, и напишет в комментариях ответ, я надеюсь. Вот у меня, например, первый раз за очень много лет сейчас настоящие каникулы рождественские. Я буду отдыхать, ну, там еще отпуск наложился 14 дней подряд, и я не знаю, что делать. Вот, ну, у тебя-то отпуска никакого не будет, я так понимаю. Но чем люди занимаются вообще в такое время? Чем себя занять? Чем можно во что вложить? Инвестировать это вот самое время? В лежание на диване и просмотр сериала, и поедание салатов, запивая пивом? Вот такой вариант уже написал. Вот такой вариант написал. Не знаю, напишите, пожалуйста, чем будете заниматься. Может пересмотреть все выпуски NXT UK. Товарищ Пол Левек о тебе позаботился. Он же на первую неделю... А, так это смеш неделя, да? Как это? Нью-Йорк, Нью-Йорк. Но New Year Knockout что-то он там предложил. Причем, блин, реально, я не мог, я прям серьезно не могу понять. Мне казалось, они анонсировали 6 событий, 6 шоу, 6 мероприятий показывают 5. Может быть, я что-то путаю. Может быть, мне просто было похрен. Ну, вот такая. Поэтому я лично вот рестлинг смотрю охотно как раз-таки в первую новогоднюю неделю, когда у меня вот эти еще нормальные праздники, нормальные графики были. А было и такое время. Сейчас, кстати, вот с середины января нас обратненько. Вбрасывают в пятидневочку, то есть как-то... Все январские мы отработали, а дальше работаете по пятидневке, блин. Красота. Ну, за сосну. Уплатят за то двойное. Если. Двойной оклад за этот самый. Конечно. За праздничный день. За праздничный день должны... Если ты работаешь праздничный в праздничный, да. Мы-то работаем, как это сказать, у нас просто перегруппироваются рабочие дни. Поэтому, чтобы... Нет, ну, если праздничный, по-моему... Нет, сами праздничные, да. Кто работает, зарабатываю два раза больше. Так что я люблю в свое время работать. Вот пусть оно тоже. Особенно тогда не нажираться в новогодние. То есть вот не нажирайтесь, чувствуйте себя хорошо и налегки. Еще целая неделя впереди. А если хочется, если на то есть настроение, да нажирайтесь, конечно, блин. Главное, чтобы все было в меру. Вашу личную, собственно. Я вот прям за это буду давить и топить. Чтобы лично каждый ощущал, воспринимал себе какой-то комфорт в этот самый Новый год. Давай особо, наверное, не затягивать. Потому что подкастов что-то дохренели он. Под звуком пи готовится, в World's End готовится. Но это все где-то в перспективе. А мы поздравляем еще раз. Кого-то с наступившим, кого-то с наступающим, кого-то прямо сейчас, с Новым годом. Ребята, пусть дракон, пусть високосный дракон. Он, кстати, чуть попозже наступит. Американский дракон, может. Прямо сейчас. И американский дракон. Или супер-дракон. И супер-дракон. И реки Стимба. Вот я в свое время такую обойну даже рисовал с драконами. В МТГшном стиле. Было дело. Пусть этот дракон что-нибудь хорошее все-таки пронесет. Опять же, для вас лично. Обо всем остальном пусть думают какие-нибудь другие дяди, и тети, которым за это платят. Или я не знаю, что обещано. Сергей Вдомин, Алексей Красивич, Злобный Росомаха. Спасибо огромное всем, кто и этот год провел с нами. Мы рады всем, кто с нами остается. Мы рады тем, кто новый приходит. Мы втройне, вчетверне. Я лично рад тем, кто возвращается. Панк все-таки немножечко подвернул. Подвернул, в смысле, подвернул людей. Поэтому посмотрим, что оно будет. Ребята, хороших праздников. Хорошего Нового Года. И вообще, просто чтобы год был хорошим для вас лично. Все, увидимся уже в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok